И более того, про свою дочь я всегда вспоминаю, когда мы говорим о принте, о вымирании глянца, вымирании прессы и так далее. И я всегда привожу ее в пример, и ее сообщество в пример привожу, потому что это девочки умные, хорошо там учащиеся, воспитанные, то есть вот, да, с логикой у нее все в порядке. И это девочки, которым хочется экшена, хочется драйва, они не только в интернете сидят, не только смотрят канал Диснея и ежесними, они листают, у них есть свои журналы со своими героинями, им нужен вот этот коллектив, сообщество, нечто, что дает космо, в общем-то. Это огромный такой пласт, огромная аудитория. Мне тоже сказано, что хардкопии, бумажные версии, журналов не отомрут. То есть газеты, понятно, что они причины, потому что я не очень представляю, как можно рекламу дорогих часов или автомобилей видеть в интернете. Это не то же самое, что когда ты берешь в руки такой вот глянец, весь себя глянец. И то же самое, если мы говорим про потребителей, им нужно понюхать, потереть, что-то там полистать красивое. Даже в айпад нашей версии или других журналов, там есть какие-то свои фишки, можешь покрутить, еще что-то поделать, поиграться, но это другое. Это параллельные такие две истории, на мой взгляд. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва 24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова